На студии Наталья Болоняева, главный врач медицинского центра ВИВЕ, кандидат медицинских наук Наталья Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня говорим о сердце. И вот если говорить о заболеваниях сердечно-сосудистых, ну вот мы больше сделаем сегодня акцент именно на сердечных заболеваниях, действительно ли эта тема очень актуальна и продолжает оставаться актуальной? Актуальна, безусловно, потому что всё-таки наибольшее количество людей, опасность – это сердечно-сосудистые заболевания. К сожалению, они занимают первое место по смертности. Как бы мы ни говорили, про какую статистику, всё-таки это самый коварный недуг у человечества. Ну вот и сейчас мы живём всё-таки в фоне пандемии, да, коронавирусной инфекции. Вот люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, действительно ли они как-то вот в зоне особого риска? Конечно, конечно. Это люди, вот мы говорим, что это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с ожирением, с бронколёгочными заболеваниями. Конечно, у них фон протекания того же коронавируса более серьёзный. И, конечно, когда такой пациент заболевает, мы на него с более пристальным вниманием обращаем. Ну вот если говорить о факторах риска сердечных заболеваний, то вот хотелось бы, знаете, вот может быть более как-то таким мне простым языком спросить, что нашему сердцу хорошо, а что для нашего сердца плохо? Можно ли так сказать? Конечно, можно. И, конечно, мне бы хотелось что? Обратить внимание, люди, что должны... Первые симптомы, которые мы сами должны у себя смотреть, и это, конечно, посмотреть, это обратить внимание на состояние, есть ли какие-то болевые симптомы, ощущения. Но до болевых, вот давайте так немножко в профилактику, немножко дальше уйдём. Вот давайте, чтобы мы проверяли ежегодно, смотрели своё артериальное давление, смотрели своё соотношение веса-роста, занимались всё-таки физическими какими-то, то есть не забывали про это. Вот сейчас у нас действительно во время такой пандемии мы как-то больше дома находимся. Но ведь и дома можно себя тренировать, своё сердце, потому что сердце – это мышца, мышца, которая требует движения. Мы должны контролировать свой сахар крови, смотреть уровень липидного профиля, следить за своим питанием. Вот эти все факторы, ну, это всё, в принципе, просто, но про это забывать не надо. И, конечно, я считаю, что в особой группе риска – это всё-таки наши мужчины. И им больше внимания уделять, потому что как-то женщины всё-таки чаще приходят и занимаются профилактикой. Даже мы видим по нашему центру здоровья, когда где-то примерно 70% – это женщины приходят, и только 30% – мужчины. Поэтому я просто призываю в первую очередь женщин обратить внимание на своих мужчин. Это касается и мам, и жён, и близких людей. Всех, кто рядом с мужчиной, скажем так, да. Да, Исана, ну вот вы сказали о том, что… Ну, вот статистика говорит о том, что женщины как-то больше за здоровьем следят, мужчины меньше придают этому значение. Ну вот действительно ли ещё, что как-то женщины, что ли, больше защищены от сердечных заболеваний? Или это неверно? Это верно, потому что действительно женский организм, он так устроен у нас, в общем-то, благоприятно для нас, что женщина до климактерического периода заболеваемая сердечно-сосудистыми заболеваниями, но именно я имею в виду ишемическую болезнь сердца, которая самая такая вот у нас, злобная наш такая, то женщина, её организм защищён лучше. Но дальше уже и женщины, и мужчины где-то уже в преклонном возрасте сравняются, и тогда уже сказать, что у кого больше и кого меньше, нет. Но прежде всего, я считаю, что это мужчина должен вообще посмотреть, ну любой, не только мужчина и женщина, посмотреть на себя, посмотреть на свои симптомы, провести такую, как бы сказать, мини-диагностику, хорошее ли качество нашей кожи, казалось бы, да, нет ли у нас вот здесь локти, не шелушаться ли. Это может связано быть с сердцем. Это в том числе, да, проверить свой, силу своих рук, силу своих ног. То есть это вот, нет, чтобы не было саркопении, чтобы заниматься, не бежать, как у нас иногда вот такие ещё старые такие рекомендации бывают, когда человек говорит, хочу похудеть, ему говорят, закрой рот и иди в тренажёрный зал. Нет, проверить свой гормональный статус, проверить свои самые простые анализы, то есть чтобы был хороший сахар, хорошее давление, хороший уровень гормонов щитовидной железы. Мы забываем, что иногда щитовидная железа даёт те же симптомы, которые бывают при ишемической болезни сердца. И вот важно здесь провести диагностику. А у мужчин вот такой фактор, про который надо знать, что когда нарушается в половой сфере, то есть нарушается эрекция, это за два года до проявления ишемической болезни сердца. И не всегда на приёме врач этим интересуется. Но мужчины про это должны тоже помнить и знать. То есть всё связано. Всё связано. Сердце можно считать главным органом, который запускает. Который запускает, да. И в то же время на нём оно реагирует абсолютно на всё, что... То есть это и показатель. Да, да. То есть, казалось бы, такие вещи, как, например, цвет губ, например, да, носогубный треугольник. Это всё симптомы. Иногда пациент заходит только в кабинет к врачу, а врач уже видит те процессы, которые происходят в организме человека. Александр, вот если говорить о диагностике и об обследованиях, вот как-то понятно, что чтобы проверить лёгкие, флюорография, да, там, анализ крови говорит, там, о каких-то других вещах. Вот если мы хотим что-то больше узнать о своём сердце, какие исследования, какие обследования здесь вообще пользуются врачи? Это первый момент. Первое, мы что проверяем, конечно, осмотр врача. И вот я уже про это говорила, но, опять же, уровень артериального давления очень важный. Уровень пульса. Пульс должен быть в норме. Но у нас такая граница, это 80, но, в принципе, желательно, чтобы он был до 70, 60-70. Вот такой диапазон. И дальше... Кардиограмма, наверное? Это обязательно. Это электрокардиограмма. Это данные анализа крови, про которые мы тоже говорили, что это и уровень липидный, и сахар, и вообще общий анализ крови. Обязательно моча. Почему? Потому что по моче мы тоже видим проблемы, которые косвенно влияют на сердечно-сосудистую систему. И, конечно, уже более такие сложные диагностические методы. Это как ультразвуковая диагностика, которая вот сейчас, она доступна, в принципе. Это проведение более сложных исследований, как Холтеровска, СМАД, и та же флюорография. Мы по флюорографии тоже можем видеть изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. И, конечно, при необходимости проверка сосудов. Сейчас мы говорим, вот особенно в эпоху коронавирусной пандемии, что опасность, например, бывает тромбофлебид, когда у людей бывает. Да, про это сейчас много говорят. Да, варикозные. То есть это может быть такой-такой бомба замедленного действия. И поэтому людям, которые заболевают коронавирусной инфекцией и есть проблемы, допустим, с сосудами, обязательно назначают препараты кроверазжижающие. Опять же, проверять сосуды мы можем на доплере. Это опять, это тоже ультразвуковое исследование, которое смотрит, нет ли у нас атеросклероза в сосудах, которые могут быть опасны для развития, ну, не только, допустим, сердечно-сосудистой, допустим, каких-то катастроф, но даже и со стороны головного мозга. Поэтому вот эти вот симптомы надо обращать внимание. Ну, и еще такой момент. Вот действительно ли сердечную боль нельзя терпеть? И вот правда ли, что при каких-то первых таких вот, ну, странных ощущениях нужно вот, ну, просто немедленно как-то обращаться к врачу? Ну, сердечная боль, вообще, вот мы говорим, классическая стенокардия, это сдавление за грудиной, это сдавление бывает кратковременно первое, чаще всего оно бывает на высоте физической нагрузки, и если такая боль возникает, то человек, она может самостоятельно пройти, если, допустим, у человека нет никаких препаратов рядом с собой, и она проходит, просто человек успокоился, замер, и она через какой-то период времени проходит. Но если эта боль повторяется, если эта боль возникает впервые, я просто очень сильно рекомендую таким людям в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью. И здесь, конечно, вот мы говорим, опять же, про диагностику, то есть когда врач дифференцирует между различными видами боли, потому что это может быть и межреберная невралгия, и те же какие-то плевриты в лёгких, но это уже врач должен констатировать. И у пациента в случае вот таких вот приступов стенокардии, которые возникают с собой всегда, должны быть препараты на основе нитроглицерина, нитроминта, вот такие вот препараты, чтобы он знал, как пользоваться, научить пациента обязательно нужно. Татьяна, спасибо большое. Будьте здоровы, хочется сказать вам, вашим коллегам, и, конечно, выздоровление всем вашим пациентам. Сегодня мы говорили о сердце. В студии у нас была Анталия Болоняева, главный врач медицинского центра ВИВЕ. Продолжение следует...